Всем привет! Начну со внезапного анонса. В следующую среду, 24 мая, приходите на премьеру второго видео из серии «Как работают ракетные двигатели». Кстати, для спонсоров канала доступ откроется раньше. Сегодня же мы обсуждаем главные космические новости уходящей недели. Десятый уже перенос запуска Ariane 6, завершение миссии Lunar Flashlight, успешный разворот антенны джуз спустя месяц после запланированного, океаны спутников Урана, молодость колец Сатурна и пожирание планеты звездой в прямом эфире. Новости SpaceX тоже на месте. Меня зовут Паша Поцелуев, заваривайте океаны Титании, мы приступаем к новостям. 12 мая в лаборатории реактивного движения НАСА объявили о завершении миссии Lunar Flashlight. Через пять месяцев после её старта. Двигатели аппарата не смогли обеспечить нужную мощность для его выхода на полярную орбиту вокруг Луны. Проблему обнаружили ещё в декабре 2022 года, почти сразу после запуска. Всё это время инженеры пытались её устранить. Они предполагали, что какой-то мусор блокирует топливопроводы, из-за чего двигатели получают недостаточно горючего. 5 мая была предпринята последняя попытка ликвидировать неисправности, когда команда увеличила давление топливных насосов, превысив пределы эксплуатационных ограничений. Это позволило получить больше тяги, однако её тоже не хватило. Как мусор мог попасть в двигатели, пока неизвестно. Руководитель проекта по разработке двигательной установки Кубсата Дэниел Ковендер отметил, что ограничения в конструкции аппарата не позволили установить дополнительные фильтры в систему. Он заявил, что двигатели работали хорошо, пока не появилась проблема нехватки топлива, и назвал это важной проверкой в космическом пространстве. Lunar Flashlight стал первым аппаратом, который использовал нетоксичное зелёное топливо, разработанное в исследовательской лаборатории военно-воздушных сил США. Кроме экологического топлива, аппарат успешно испытал другие новейшие технологии, в частности бортовой компьютер Сфинкс, который может работать на низких мощностях и выдерживать суровую радиационную среду космоса. Также Lunar Flashlight протестировал лазерный рефлектометр для поиска водяного льда в затенённых регионах Луны, хотя и не успел собрать с помощью него данные. Европейское космическое агентство успешно развернуло антенну длиной 16 метров на своём аппарате джуз. Это удалось после нескольких недель усилий по ослаблению застрявшего штыря. Антенна должна была быть развернута в первую неделю после запуска 13 апреля, но по состоянию на конец апреля её длина составляла лишь треть от запланированной. Инженеры подозревали, что штифт, используемый для удержания антенны в собранном состоянии во время запуска, не был ослаблен как планировалось. Антенна является частью прибора под названием «Радар для исследования ледяных лун» РАИМ, одного из десяти на Джуз. РАИМ предназначен для зондирования под поверхностью больших ледяных лун Европы, Ганимеда и Калиста на глубину до 9 километров. Джуз прибудет к Юпитеру в 2031 году, через год после миссии NASA Europa Clipper, запуск которой запланирован на октябрь 24-го. Сроки устранения неполадок в антенне РАИМ совпадают с тем, что Оливье Витассе, научный сотрудник проекта Джуз, сказал 3 мая на заседание группы NASA по исследованию внешних планет. Ждите новостей с конца следующей недели. Тим Ларсон, заместитель руководителя проекта Europa Clipper в лаборатории реактивного движения NASA, сказал, что механизмы удержания радара РАИМ могут быть похожи на те, которые будут использованы в солнечных батареях американского аппарата. Мы изучаем этот вопрос, следим за деталями, а также готовы применить полученный европейскими коллегами опыт в нашей Европа Clipper. Первый полёт носителя Ariane 6 вновь откладывается. Вместо конца 2023 года он состоится в начале 2024-го. Об этом заявил Марко Фукс, генеральный директор компании OHB, которая является ведущим поставщиком компонентов для ракеты. Он выразил уверенность в том, что до запуска осталось менее года, однако не предоставил точной даты. Последний раз об изменении графика проекта официально объявили в октябре 2022 года, когда дебют носителя был перенесён на четвёртый квартал 2023-го. Однако с тех пор ни Европейское космическое агентство, ни ведущий подрядчик Ariane Group не делились новостями об Ariane 6. Известно, что на начало июля этого года запланированы огневые испытания ракеты, после чего команда сможет дать более точный прогноз. Помимо Ariane 6, OHB также намерена работать над Aris 2, европейской группировкой спутников, которая сможет составить конкуренцию Starlink и запланированной группировке K&R. Компания будет участвовать в тендере в составе консорциума из Airbus Defense and Space, Thales оленя Space, а также операторов спутников Eutelsat, Hispossat и SES. Учёные из НАСА считают, что четыре крупнейших спутника Урана могут иметь подповерхностные океаны жидкой воды глубиной в десятки километров. Всего вокруг ледяного гиганта вращается 27 известных нам спутников, самый большой из которых, Титания, имеет диаметр в 1580 километров. До сих пор считалось, что только он, благодаря своему размеру, может сохранять достаточно тепла, чтобы поддерживать существование подповерхностного океана. Однако исследование, опубликованное в издании Journal of Geophysical Research, предлагает ещё трёх кандидатов в океанические миры. В нём учёные использовали данные, полученные зондом Voyager 2, а также знания о химическом составе и геологии других ледяных тел Солнечной системы — Плутона с Хароном, спутника Сатурна Энцелада и карликовой планеты Цереры. Они промоделировали термальные процессы пяти крупнейших спутников Урана — Ариэль, Умбриэль, Титании, Аберона и Миранды. Оказалось, что поверхность всех пяти тел, кроме Миранды, достаточно хорошо изолирует тепло, чтобы под ней мог существовать океан. Более того, на Титании и Абероне температура воды может быть пригодной для жизни. Важен и химический состав вероятных океанов. Исследование показало, что они содержат соли, аммиак и хлориды, которые снижают температуру замерзания воды. Конечно, остаётся много вопросов о том, что скрывается внутри этих спутников. Несмотря на то, что исследование не нашло ответов на все из них, оно поможет при планировании будущих космических миссий. Возможно, они смогут выяснить, есть ли в системе Урана собственная Европа. А вот нам на канале предстоит выяснить, имеет ли система Альфа Центавра достаточно ответственных зрителей, чтобы набрать под этим выпуском 8 тысяч лайков. Это немного амбициозная цель, как для нашего канала, однако, надеюсь, мы её достигнем. Поэтому не забывайте ставить ваши лайки и проверять подписку на канал. Есть смысл даже ударить в колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Когда подобная Солнцу звезда приближается к концу жизненного цикла, она во много раз увеличивается в размерах, тем самым поглощая планеты своей системы. Раньше наблюдения подтверждали последствия такого процесса, однако учёным не удавалось наблюдать его напрямую. С помощью телескопа Gemini South в Чили удалось обнаружить свидетельство, что солнцеподобная звезда поглотила экзопланету. В длинной низкоэнергетической вспышке звезды был замечен дымящийся хвост — явный признак того, что вдоль её поверхности пролетала планета. Новая работа исследователей была опубликована в журнале Nature. Первые признаки этого процесса в 13 тысячах световых лет от нас были обнаружены с помощью широкоугольного обзора неба Zwicky Transient Facility. Повторный анализ архивных инфракрасных снимков космической обсерватории NASA NEOWISE подтвердил событие под названием ZTF SLRN-2020. Однако отличить планетарную вспышку от других сложно, и для этого нужны снимки высокого разрешения. Gemini South предоставил такую возможность с помощью своей адаптивной оптики. Вспышка от поглощения длилась около сотни суток, и характеристики её кривой блеска и выброшенного материала дали учёным представление о массах звезды и планеты. По оценкам, масса светила составляет от 80 до 150% от солнечной, а планеты — до 10 юпитерианских. Благодаря этим наблюдениям учёные получили метрики, которые будут использоваться для поиска новых подобных процессов, в частности с помощью будущей космической обсерватории имени Веры Рубин, которая начнёт работу в 2025 году. Сегодня известно, что у Сатурна семь колец, которые простираются на более чем 280 тысяч километров от поверхности планеты. Они на 98% состоят из чистого водяного льда, кусочков которой не больше камня, и маленькой доли каменистого вещества. Ранее учёные предполагали, что они сформировались вместе с планетой. Новое исследование команды Болдорского университета показало, что кольца Сатурна являются чрезвычайно молодыми, и их возраст не превышает 400 миллионов лет. Для сравнения самому Сатурну — 4,5 миллиарда лет. Работа специалистов была опубликована в журнале Science Advances. К своему выводу учёные пришли, изучая пыль. Мелкие частицы постоянно проносятся мимо планетарных тел Солнечной системы и могут оседать на них, формируя тонкий слой пыли. Исследование того, как быстро она накапливается, и помогло определить возраст объекта. С 2004 по 2017 год команда использовала инструмент аппарата Cassini — анализатор космической пыли. Межпланетная грязь каждый год приносит менее грамма пыли на одну десятую квадратного метра кольца. За 13 лет удалось собрать всего лишь 163 пылинки, но этого оказалось достаточно. Расчёты показали, что кольца Сатурна накапливали пыль лишь несколько миллионов лет. Открытие подтвердило прошлое предположение о молодом возрасте колец, однако не прояснило, каким образом они сформировались. Некоторые учёные выдвигают гипотезу, что когда-то гравитация разорвала один из спутников планеты, после чего и образовались кольца. Будущая миссия NASA Europa Clipper будет нести на себе гораздо более сложный анализатор пыли и сможет приблизить ответы на эти вопросы. Её старт запланирован на 2024 год. Почти три года назад Raptor достиг давления в 330 бар в камере сгорания, что превысило рекорд советского RD-270. Остановился ли на этом прогресс? Конечно, нет. Встречайте третью версию метанового двигателя. Этот обнедышащий развивает невероятное давление в 350 бар. В компании никто не ожидал, что прототип сможет пережить испытания. SpaceX двигает rocket science вперёд. И не только в разработке двигателей. Во время очередного заседания комитета The Human Exploration and Operations, относящегося к NASA, представитель комитета заявил, что первый полёт Starship дал огромное количество данных для разработки посадочного лунного аппарата на базе Starship. И SpaceX, и государственное агентство открыты друг для друга и регулярно обмениваются информацией. Ну а судя по следующей новости, не только информацией. Кейти Лидерс, бывшая глава подразделения по пилотируемым полётам, перешла на работу в SpaceX. Она будет заседать в Starbase и подчиняться непосредственно президентке компании, Гвин Шотвелл. Можно быть спокойным за людей внутри стальной ракеты. Кейти знает, как грамотно организовать процесс разработки и сертификации. Ведь она непосредственно участвовала в реализации программ коммерческих полётов к МКС, как грузовых, так и с астронавтами. Немедленно после назначения Лидерс, наверное в честь неё, в Бока-Чика взорвали новый испытательный бак. Позже опробовали новую систему прерывания полёта. Визуально всё прошло успешно, так что можно быть спокойным. Процесс уничтожения имущества компании Илона Маска будет проходить как надо. Заглянем под стартовый стол. Если на прошлой неделе рядом с ним бурили отверстия для фундамента, то сейчас бурят прямо внутри него и устанавливают арматуру. Изначально такие железобетонные сваи уже были установлены под стартовым столом, теперь же ими заполнят всю площадь. Рядом начали демонтаж повреждённой назимной инфраструктуры орбитального стартового стола, находящейся на крыше бункера с более ответственными устройствами. Начали сборку элементов системы подачи воды под стартовый стол. Размеры впечатляют. Выдержит ли всё это повышенный огневой поток из обновлённых рапторов? Посмотрим, и испытания точно будут эпичными. Ну и какая подготовка без взаимодействия с государственными структурами? SpaceX получила разрешение на обмен данными для следующего полёта Starship от Федеральной комиссии по связи. Лететь можно с 15 июня до 15 декабря. Вряд ли улетят всего через месяц, сроки явно обозначены с запасом. Ну и Билл Герстенмайер, другой сотрудник SpaceX, ранее работавший в NASA, рассказал во время брифинга ближайшей миссии Axiom к МКС о том, что благодаря запускам Starlink появилась уверенность в достаточном запасе топлива у Falcon 9. Так что её первые ступени будут возвращаться на посадочную площадку LZ-1 на суше во время вывода Crew Dragon на орбиту. Раньше их всегда сажали на автономные баржи в океане. На прошлой неделе самыми интересными вы выбрали новости о двигателе на воде и об универсальном модуле орбитальных станций компании Airbus. Наконец кто-то потеснил SpaceX в наших голосованиях. За основные же новости сегодня голосуйте, как всегда, с помощью шифров, которые высвечиваются во время проигрывания ролика в правом верхнем углу. Берёте шифры самых интересных новостей и оставляйте в комментариях, можно сразу несколько, а наш скрипт потом их посчитает. На нашем канале обязательно посмотрите шортс о том, откуда в реактивной струе берутся повторяющиеся структуры — так называемые диски Маха. Или сразу можно глянуть наше старое большое видео на эту же тему. На сайте читайте статью в переводе Артура Лебедева — это объёмный материал о ядерной космической программе Соединённых Штатов и о том, почему ядерные движки возвращаются в моду. А ещё советую посмотреть прямые включения на канале Лелека Грыцько — это веб-камера, установленная возле гнезда аистов в украинском заповеднике. У них недавно родились пять птенцов, очень успокаивающее зрелище. Все ссылки будут в описании под этим дайджестом. Альфа Центавра продолжает свою миссию по обеспечению качественным и интересным контентом благодаря замечательному сообществу поддержки проекта на Патреоне и Ютуб. Ваша поддержка является критической для нашего проекта, и мы хотим отблагодарить спонсоров за помощь. Поэтому для наших патронов мы предлагаем целый ряд бонусов. В зависимости от уровня вашей поддержки вы можете получить ранний доступ к нашим видео, эксклюзивные обновления и материалы, возможность выбирать темы, задавать вопросы для Космосправочной и даже предложить тему для одного из будущих роликов. Мы благодарны каждому, кто уже помогает нам двигаться вперёд и приглашаем всех, кто желает присоединиться. Ваша поддержка не только помогает нам расти и развиваться, но и открывает вам новые возможности и привилегии в нашем сообществе. Если вы ещё не являетесь нашими спонсорами, с радостью приглашаем вас посетить наши страницы на Патреоне и Ютуб, чтобы узнать больше о различных вариантах поддержки и бонусах, которые мы предлагаем. Мы искренне благодарны вам за вашу поддержку и надеемся, что вы получите удовольствие от результатов нашей работы. Спасибо за то, что помогаете нам держаться на плаву. Заботьтесь друг о друге, не забывайте поддерживать вооружённые силы Украины и помогать им приближать победу. Спасибо за внимание! Субтитры сделал DimaTorzok